добрый день мы из украины и я приветствую всех на моем канале подписчиков подписывайтесь заходите ставьте лайки распространяйте ссылки на это видео чтобы его могли увидеть как можно больше людей подчеркнуть здесь для себя полезную информацию ну а мы продолжаем доводить оперативную обстановку сегодня 8 июля киевское время 16 часов и мы даем оперативную обстановку с изменениями дополнений на утро и с изменениями дополнениями произошедшими в течение течение этого времени то есть течение дня итак начинаем начинаем с северо-востока украины сумская черниговская область обстрелы продолжается противник применяет реактивную артиллерию и минометы для обстрела наших наших территорий мы продолжаем не отвечать на за прошедшие сутки потерь среди мирного населения к счастью к счастью нету есть разрушения и есть повреждения местной инфраструктуры в территориальных громадах харьковское направление здесь идут ожесточенные позиционные бои для того для недопущения продвижения наших войск направлении границы противник пытается сдерживать наше наступление да действительно есть на харьковском направлении танковая дивизия но она стоит в основном в резерве не пока не применяется и в принципе угрозы для города она не представляет почему потому что направлено вдоль речки северский донец я так понимаю российские войска держат ее в резерве если мы попытаемся наступать направлении купянск с целью перерезания артерии с на основной артерии снабжения изюмской группировки войск поэтому да дивизия есть мы ее наблюдаем но пока она в активных боевых действиях участие не принимает а бои идут довольно активные между нашими войсками и российской федерации мы пытаемся отодвинуть их от харькова они пытаются сдержать на нашем наше наступление далее идем изюм или изюмские направления но теперь это уже славянское направление на славянском направлении противник нас наступает в направлении богородичная наступал точнее про за прошедшие сутки успеха не имел понес потери вынужден был отойти на исходные позиции на краматорском направлении противник наступает в направлении верхних каменское имеет частичный успех продвинулся на 1 2 километра бахмутское направление противник пытается проводить штурмовые действия но успеха не имеет применяет авиацию по нашим позициям но продвинуться вперед не может мы четко удерживаем свои рубежи в направлении веселой долины и в направлении населенного пункта спорная пытается вести наступательные действия боевые действия продолжаются в данный момент противник успеха не имеет на авдеевском новопавловском и запорожском направлении идут позиционные бои с применением танков артиллерии в основном это дуэль артиллерийская в основном это перестрелки огневые перестрелки без атакующих и контр-атакующих действий на южно-букском направлении это херсон у нас идут позиционные бои очень ожесточенный противник предпринимает все все действия для того чтобы максимально сдержать наше продвижение в направлении херсона бои продолжаются обстреливаются николаев обе стороны на херсонском направлении применяет авиацию тут наверно не менее активные боевые действия чем на славянском и карматорском направлении далее идем в принципе одесса чаков одесская область сутки прошли более менее спокойно отдельно хочу остановиться обстрелов в обстрелов не зафиксировано отдельно хочу остановиться на острове змеиный российские средства массовой информации распространили распространили информацию о том что российская авиация якобы нанесла удар и те наши пограничники и силы специальных операций которые воздружали флаг на острове змеиный якобы были уничтожены ударами российской авиации сразу скажу никто не уничтожен все живы-здоровы флаг стоит на месте российская сторона не смогла и не было этого самого удара российская сторона не смогла предоставить никакой не фото и видеоматериалов доказательства того что они наносили ракетно-бомбовый удар по территории острова змеиный так что это очередной фейк флаг стоит на месте наши бойцы которые его устанавливали вернулись с острова все нормально все живы здоровы далее в приднестровье без изменений белоруссии тоже без изменений обстановка ждем окончания завтра планируется окончания учений по с военкоматами в гомельской и брестской областях белоруссии которые проводили оповещение опять же не призывали военнообязанных а проводили их оповещение оповещение повестками и военнообязанные должны были прибыть в военкомат и отметиться ну и еще наверное вернусь на 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 славянское направление город славянск напомню почему кроматорск славянск вот эта агломерация городов становится ключевой для россиян и наверное это будет на мой взгляд второй этап битвы за донбасс первый этап вот они практически будем говорить закончили сейчас пытаются перегруппировать свои войска пытаются их чем-то усилить чем-то потому что нету такого явного резерва для усиления этих войск на сегодняшний день они пытаются ввести наступательные действия но как бы темп наступления или или на по напор наступления не такой как на северодонецке или сечанске но тем не менее наступательные действия не ведут дело в том что славянск это ключ к донецкой области я напомню что вся система водоснабжения до мариуполя включительно построена на водозаборе в районе славянска и если не взять славянск то восстановить этот водозабор он сейчас разрушен он не работает все эти перекачивающие станции не работают донецке нет воды в мариуполе нет воды там люди собирают дождевую воду с неба с водостоков служ там очень сложная эпидемиологическая ситуация может возникнуть в ближайшее время потому что жара со светом перебои холодильники нестабильно работают плюс отсутствие воды для того чтобы соблюдать элементарные правила гигиены поэтому противник без взятия славянская краматорска практически вся операция по донбассу она становится бесполезной вот примерно такая военная военная обстановка на всех фронтах мы продолжаем забыл о самом главном нашем достижении забыл сказать что мы продолжаем наносить огневые удары в глубине до 60 километров продолжаем уничтожать склады сегодня горел склад в районе дебальцева вот большая детонация и много подрывов я так понимаю что мы сейчас делаем основной упор на то чтобы максимально ослабить передний край противника и постараться не допустить развертывание войск противника и их выдвижение вперед или попыток начать наступательные действия отсутствие боеприпасов или голод боеприпасов нехватка боеприпасов на переднем крае не даст возможности противнику развивать активное наступление на наши позиции ну а пока мы сдерживаем и и и и и и и и и